В эфире Радио Свобода программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов и о событиях последних дней в России в Великом Новгороде. В выходные полиция разогнала земский съезд независимых депутатов, а в Белоруссии принудили к посадке летевший в Вильнюс самолет компании «Рионер», чтобы захватить видного оппозиционера Романа Протасевича. У нас в студии участники земского съезда, муниципальные депутаты из Москвы юрист Денис Шендерович и депутат Московской городской думы Михаил Тимонов. А на связи по скайпу сейчас с нами белорусский политолог и журналист, наш коллега по Радио Свобода из белорусской службы Юрий Дракокруст. И мы, конечно, начнем прежде всего с этой темы Белоруссии, тем более она с российской связана и очень актуальна. Юрий, добрый день. Скажите, пожалуйста, чем знаменит Роман Протасевич? Роман Протасевич был редактором знаменитого телеграм-канала «Нехта», который имеет аудиторию в треть миллиона. Это самый крупный телеграм-канал в Белоруссии. Он в прошлом году во время белорусских протестов, ну, скажем так, модерировал этот протест в значительной степени. То есть этот канал публиковал рекомендации участникам протестов, куда им идти, куда выходить и так далее. В прошлом году Роман ушел с канала «Нехта», и сейчас он, насколько я знаю, автор другого тоже очень крупного телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Кстати, глава этого канала уже почти год сидит в тюрьме. Ну, а вот теперь и Роман попал туда же, судя по всему. Ну, я думаю, что главная причина его задержания – это его работа на канале «Нехта». И Роман, и глава канала Степан Путила, они объявлены в международный розыск, и они фигурируют оба в списке лиц, причастных к терроризму. Ну, вот, так сказать, террориста, в кавычках или без кавычек, вот задержали в Минске вчера. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что эта фигура в каком-то смысле равная российскому главному оппозиционеру Алексею Навальному? То есть враг режима номер один, ну или, может быть, номер два, если считать, что они канал делали вдвоем? Никаторами они не были политическими лидерами. Это не Тихановская, это не Латушка, это не Бабарыка. Вот, и поэтому я не сравнивал бы их с Навальным. Хотя, ну, аудитория у канала, я думаю, вполне сравнима, особенно пропорциональна с аудиторией, скажем, каналов Навального. Но, тем не менее, все-таки Роман политиком не был. Ну, это, в общем, вряд ли ему поможет. Юрий, а все-таки вы можете нам объяснить, почему режим Александра Лукашенко пошел на такой серьезный риск с нарушением, возможно, серьезным, опять же, международного права, принуждение к посадке самолета, который следовал в транзитном коридоре в Вильнюс, но и риск санкций, конечно, тоже теперь достаточно велик. Почему на все наплевали, вот пошли на такое обострение отношений, прежде всего, с Западом? Ну, вы знаете, я думаю, тут два момента. Один момент очень хотелось достать именно Романа, потому что он знает много о этом канале. Ему можно вложить в уста, что называется, показать по телевидению рассказы про то, как ЦРУ там и лично Байден, возможно, так сказать, оплачивал этот канал, подговаривал его и Степана, как подрывать белорусскую стабильность, как подрывать белорусско-российскую дружбу, ну и прочее, прочее, прочее. Вот, миллионы долларов, шпионы и так далее. И вот, если получить эту информацию из уст, так сказать, одного из руководителей канала, ну, это было бы, вот, что называется, красиво. Часть публики в это поверила бы. Часть, разумеется, нет. Ну, вот, я думаю, это один расчет, зачем, собственно, он им был нужен. А второй, вы знаете, я думаю, что такой политический, вот, вспоминается, помните, фильм «Место встречи изменить нельзя». А нет у вас методов против Кости Сапрыкина, а нет у вас методов против Лукашенко, вот мы такие крутые. Вот у нас есть враги, а мы вот можем, мы можем и вот так, мы можем показать. И, кстати, интересная оценка Маргариты Симонян, которая прозвучала вчера, что я вот Беларуси никогда не завидовала, а сейчас позавидовал. Ах, батька, молодец. Ну, вот, я думаю, что за похвалу из уст Маргариты Симонян, вот оно того и стоило. Это другая совершенно логика. А санкции, ну, что ж, ну, как бы вытерпим, будем. Зато как круто, как красиво, вот мы с нашими врагами расправляемся вот так и достаем их где угодно. Хорошо, Денис, вот что вы скажете, Симоняна одобряет крутость, значит, Лукашенко, нарушение, видимо, международного законодательства, а Мария Захарова тоже, значит, находит свои аргументы. Вот как к юристу, как все это вам видится? Ну, во-первых, Михаил, я не юрист, просто так жизнь сложилась, что я разбираюсь в юридических моментах. Это видно, да, по вашим судам бесконечно. Да, но что касается изречений Маргариты Симоняны и Марии Захаровой, я вижу в этом некое оправдание терроризма. Ведь важно не то, что там кого-то поймали или посадили самолет, а важно, как это сделали. Можно посадить самолет с помощью диспетчера, можно посадить с помощью угрозы. Ведь изначально была информация о том, что в самолет заложена бомба. Это ложная информация, которую сами власти Беларуси признали, что они сами эту информацию подали. Она была ложной, и это фактически ложная информация о террористическом акте. То есть они стали участниками террористического акта. И они с помощью террористических методов, собственно говоря, посадили этот самолет. Более того, применив имеющееся у них вооружение, они истребитель подняли в воздух. Это уже такой элемент угрозы был. То есть они намеревались, наверное, как-то в случае, если самолет бы не послушался этих требований, возможно, они могли бы там и стрельнуть в него. Я не знаю, зачем было бы поднимать военный истребитель. Поэтому я считаю, что изречение Маргариты Симоньян и Марии Захаровой – это некое оправдание терроризма. И это очень плохо, очень прискорбно, что у нас люди, владеющие информационным полем федеральным, говорят такие вещи. Да, ну вот интересно, что господин Песков делает вид, что он не в курсе вообще последних событий. Там и что россиянку задержали, он не в курсе Софию Сапегу. И что вместе с Протасевичем, и что обстоятельства эти пока ему не ясны. В общем, такая некоторая фигура умолчания. Михаил, что вы скажете? Переплюнул Александр Лукашенко на сегодняшний день Владимира Путина. Тот только самолет с Алексеем Навальным из одного аэропорта в другой, ну или, так сказать, российские власти перенаправляли. А тут иностранный самолет захватили, посадили и оппозиционера припроводили в тюрьму. Действительно, апологетам режима это очень все нравится. Ну, слушайте, на мой взгляд, сравнивать достаточно сложно, да и не хочется. Я бы сказал немножко о другом, да, о том, что, понимаете, на мой взгляд, произошло преступление. Преступление произошло вот почему. Понимаете, одно дело, когда вы точно знаете, что у вас в самолете летит опасный террорист, лично ответственный за гибель десятков людей, и про которого вы имеете основания полагать, что он еще может несколько десятков убить, вот это могло бы, на мой взгляд, оправдать какие-то достаточно жесткие меры. Но когда вы предпринимаете эти меры для того, чтобы захватить заложника совершенно абсолютно противоправным образом, про которого все понимают, что это не террорист. Это политический оппонент. Абсолютно, абсолютно. То есть вы можете принимать какие угодно там свои внутри себя судебные решения, объявлять его террористом, экстремистом. Ну все же будут знать, что это вранье ваши политические, вот эти вот судебные квази-решения, да. То есть вот с этой точки зрения, на мой взгляд, произошло преступление. Вот, это первое. А второе, ну не знаю, мне кажется, что это все не в плюс режиму, потому что, на мой взгляд, поле Лукашенко и так уже очень узкое, и оно продолжает сжиматься. То есть на сегодня он балансирует между Кремлем с одной стороны и своими генералами с другой. Вот если бы был только один центр, то его бы уже, конечно, съели. А пока вот два центра, ну вот как-то он балансирует. Но долго это продолжаться не может, на мой взгляд. Хорошо, Юрий, что вы скажете? Действительно, последнее время Лукашенко очень полюбил называть Владимира своим старшим братом. И действительно, Россия единственная страна в Европе, которая открыто поддерживает вот эту тиранию, выделила крупные деньги на большие деньги, на поддержание финансовой стабильности в Беларуси. Ну, получается так, что если бы вот не эта помощь Владимира Путина, то Лукашенко, может быть, уже давно был бы отстранен от власти? Может быть, да, может быть, нет. Но хотя это в любом случае фактор. Это был фактором и в разгар протестов, это остается фактором и сейчас. Помощь, правда, не сказать, что очень слишком уж щедрая, но она оказывается. И думаю, что будет оказываться дальше. И вот, знаете, вы спросили в сравнении с Путиным. Понимаете, в чем дело? У России нет супер-России, которая бы могла ее кормить. Китай такой супер-России не является. А у Беларуси есть Россия, которая, ну, взять на довольствие вряд ли, но подкинуть пару миллиардиков может. И поэтому в этом смысле, как ни странно, Путин более уязвим к международному влиянию, чем Лукашенко. А у Лукашенко есть старший брат, есть, так сказать, страхующая его сила, есть у нее деньги. И поэтому, как ни странно, Лукашенко оказывается более свободным в своих действиях, чем Путин. Очень странно, но это так. Ну, получается так, что старший брат дает деньги, при этом он не получает ничего, кроме, ну, некоторых заверений в лояльности, а фактически какие-то даже имперские интересы нынешней России не реализуются. Вот это действительно довольно любопытная ситуация, и непонятно, сколько она может продолжаться, да? Вы кормите вот этот тиранический режим, довольно плохо предсказуемый, а он вам ничего не дает, даже какие-нибудь заводики прикупить друзьям Путина не разрешает. Перефразирую Киплинга, бремя русского человека, империя дорого стоит. Да. Что вы скажете, Михаил? Ну, действительно, вот насколько разумно в такой ситуации России спонсировать вот этот вот режим, не получая ничего, кроме приятных, так сказать, заверений? Вот Лукашенко приедет, наверное, на этой неделе к Владимиру Путину, что-нибудь такое опять замечательное скажет о дружбе, о том, что он там щит на границе с Европой, еще что-нибудь. Ну, вы бы как-то принимали решение, что бы вы дали денег или нет? Нет, я бы не дал денег, потому что я бы понимал, что эти деньги не вернутся. А я все-таки довольно долго работал в банках, давать деньги, которые не вернутся. Знаете, в банке за это сесть можно. Денис, а что вы скажете? Все-таки вот оппозиция, она могла бы сейчас, я понимаю, что она в сложном положении, могла бы сейчас сформулировать какую-то свою позицию по отношению к Беларуси. Вот были протесты, там полстраны выходила, сейчас это все затихло, людей сажают, там вот средства массовой информации уничтожают, убили там одного из политзаключенных, каждый день пытки и избиения. Ну вот, в конце концов, это ведь может быть будущее и современной России. Вот догоняем, догоняет Россию Беларусь или нет? Да, безусловно, Михаил. Это так, что белорусский сценарий, то, что происходит сейчас в Беларуси, ждет и Россию. Но, как мне кажется, это все будет происходить в более гипертрофированной форме. И те репрессии, которые в Беларуси, они в России будут более массовыми, более тяжелыми для российского народа. Какую позицию на этот счет сформировать? Ну, ее уже многократно формировали. И, ну, к сожалению, даже те, кто говорит о том, что надо для того, чтобы страна развивалась, экономика была эффективной, для этого нужно, а, разделение властей, б, свободные и честные выборы и сменяемость власти. Ну, вот, даже за такие высказывания, если сейчас уже людей начинают признавать экстремистами, то это говорит о том, что, ну, дальше все. Если мы понимаем, что рупор режима, люди, которые сейчас обладают некими информационными ресурсами, уже пустились во все тяжкие, что начинает оправдывать терроризм, если он исходит от режима, то, значит, ситуация наша очень плоха. Не просто плоха, а очень плоха. И дальше, ну, каких-то позитивных сценариев ожидать не придется, к сожалению. Михаил, а, кстати говоря, вот я смотрел социологические опросы, россияне старшего поколения сохраняют симпатии к Лукашенко, вот чужой диктатор нравится большинству, скажем так, людей старшего поколения. У вас есть объяснение, почему? Ведь жизненный уровень там гораздо ниже, чем в России, например. Да, у меня есть этому свое объяснение. Мне кажется, что благодаря достаточно массовой вот этой пропаганде, которая велась, и которую именно старшее поколение смотрело, потому что уже люди моего поколения телевизор практически не смотрят, они видят в Лукашенко не суперолигарха, каковым он является на самом деле, а просто вот такого хорошего, крепкого хозяйственника, советского образца, такой председатель колхоза, который все вот в дом, все вот для людей. Ну вот удалось, да, пропаганде создать ему такой образ, поэтому то, что сейчас часть старшего поколения его поддерживает, по-моему, объясняется именно этим. Ну то есть это в каком-то смысле имитация социализма? Да, да, да. Они воспринимают вот чуть ли не как такой, знаете, последний островок вот социализма в Европе. На мой взгляд, это абсолютно не так, ну что же делать? Юрий, а на самом деле есть в Белоруссии элементы вот этого государственного социализма, или это на самом деле вот такая вот семейная олигархия с окружением, которая подмяла через государственные структуры все под себя, ну и оттуда выпиливаются большие деньги там в какой-то президентский фонд нужным людям и так далее? Я бы сказал так, что, в общем-то, элементы социализма, элементы советскости в Белоруссии действительно присутствуют в гораздо большем, как сказать, количестве, чем в России. Ну достаточно сказать, что вот показатели неравенства, так называемый индекс Gini, он в Белоруссии достаточно низкий, он примерно такой же, как, скажем, в соседней Польше, а в России там раза в два больше, то есть Россия более неравная страна, чем Белоруссия. В России, в Белоруссии, ну вот нет таких, знаете, олигархов, которые влияют на политику, или, по крайней мере, которые были вроде там Абрамовича, там, Потанина и других. Таких персонажей в белорусской, так сказать, политической сфере нет. И в этом смысле, да, Белорусь похожа, ну, она более социалистическая, чем Россия, и это более проявляется, может быть, в антураже. Вот. Хотя, вы знаете, я вот тоже смотрел интересно по поводу российских опросов. В большинстве сейчас россияне, когда говорят, что Лукашенко, так сказать, хороший, молодец, они говорят, он там у себя, в Беларуси хороший, для белорусов. А вот, в отличие от 90-х годов, когда говорили многие в России, нам бы такого батьку, этого уже нет. Они говорят, он хорош для Беларуси, а у нас, у нас есть, так сказать, свои кумиры. И у них уже есть свой кумир, и вы его знаете. Вот. Так что, в этом смысле, Лукашенко, ну вот, когда он, возможно, даже реально думал о том, что, а как бы ему вот в Кремле сесть, ну вот, это уже пропало, и это уже пропало и в массовом сознании россиян тоже. Лукашенко хорош для белорусов. Ну, так, так думает часть россиян, а часть россиян, разумеется, думает, что это чума такая же, как и Путина. Ну, на самом деле, что касается олигархов, мне кажется, что там, может быть, и были бы олигархи, но просто Белоруссия, извините, она маленькая, и там слишком мало природных ресурсов, чтобы там куча олигархов развелась, как в России. Он там один, он там один, там только одному хватает. Ну, то есть он классический олигарх. Да, на мой взгляд, да. Есть олигархический авторитаризм, а есть такой квазисоциалистический, и то, и другое плохо, но они разные, так сказать, и в этом смысле белорусы от олигархов не страдают, или, по крайней мере, страдают в меньшей степени, чем россияне. Кстати, вот опросы в Беларуси показывают, что, скажем, вопрос коррупции, он далеко не самый острый, он не самый такой болезненный. То есть, есть вопросы несправедливости, есть вопросы политической несвободы, бедности, но вот вопрос о коррупции, он далеко не на первом месте. Это хорошо или плохо, тут можно долго обсуждать. Можно обсуждать, что Лукашенко обманывает, показывает определенную картинку, потому что, скажем, белорусских чиновников вы не увидите в Куршавеле, их просто там нет. А вот российские чиновники, украинские чиновники, кстати, там есть, и это видят, это люди видят. А в Беларуси чиновники ходят тихенько, так сказать, ручки сложены, мы такие бедненькие, и люди видят эту картинку. А раз такая картинка, то, может, хрен его знает, может, и не воруют, бог его знает. Да, ну, кстати, вот интересный вопрос, я бы Денису тоже его адресовал. Возможно ли в России появление политика вот типа такого Лукашенко, ну, вот сейчас дали пять лет условно Николаю Платошкину, который, так сказать, там на телевизионных шоу крутился, вполне с такой левой риторикой, потом что-то сказал против реформы Конституции, его закрыли, а сейчас вот пять условно, ну, не знаю, устоит этот приговор или нет. То есть, вот человек призывал тоже к таким ярким левацким действиям, там, Венесуэлу поддерживает. Ну, вот поле России, оно ждет своего Лукашенко или нет? и Россию, и Беларусью связывает одна единая показатель, один единый, несменяемость власти. И здесь, можно ведь посмотреть по истории, Лукашенко тоже не всегда был таким, да, он какой-то в первые свои там сроки он вполне себе был вот тем самым батькой. Но людей убивали, между прочим, оппозиционеров, так, втихую. Да, убивали, ну, втихую, опять же, это стало известно через годы. Но для большинства народа он был таким батькой. И Путин тоже ведь не всегда был таким. И если бы в какой-то период, если бы после первого срока, хотя бы после второго, наступила бы сменяемость власти и в Беларуси, и в России, то, скорее всего, мы к этим бы, к сегодняшней ситуации мы бы не пришли. Не обсуждали бы сегодня массовые репрессии, не обсуждали бы терроризм со стороны режима, не наблюдали бы вот такие диалоги негативные. И, конечно же, возможен такой сценарий и в России вот такой Лукашенко может появиться. Абсолютно точно. Более того, разговоры о преемниках Путина, они, это вполне себе нормально. И что будет к 2024 году, мы тоже понимаем, все сценарии уже понятны. Непонятно, что с этим делать. Путин преемник Путина, если здоров будет. Да. Михаил, а вы что скажете? Вот Платошкин условный был бы конкурентом «Справедливая Россия» и «КПРФ», если бы его сейчас выпустили на выборы, оттянул бы он голоса серьезно, вот такой вот яркой оппозиционной левой риторикой, кстати говоря. Ну, смотрите, я на самом деле не думаю, что граждане России массово хотят социализма. Нет у меня такого ощущения. нового социализма. Другое дело, другое, да, другое дело, что, несомненно, левая повестка будет сейчас очень в тренде. И это тоже понятно, потому что люди настрадались от несправедливости, люди настрадались от этого чудовищно неверного распределения прибавочного продукта, когда действительно мы видим, что у нас 90% имеет примерно столько же, сколько верхние там процентов, процента 3, наверное, да? 35% ВВП принадлежит миллиардерам России. Да, да. Ну, не то, что принадлежит, но, да, эквивалентно, да. А на самом деле у нас абсолютно чудовищное, карикатурное какое-то построенное государство с точки зрения распределения. И, конечно же, народ хочет больше социальных гарантий. То есть, на мой взгляд, идеальная какая-то вот конструкция, которая устроила бы абсолютное большинство граждан России, это такая скандинавская, знаете, модель. Капиталистический способ производства, но при этом социальное распределение. И при этом, естественно, никакой коррупции уже не получится, да? Вот. Что касается Платошкина, да, я просто думаю, что никого не обижу, если скажу, что левые партии уже в значительной мере сейчас утратили авторитет и утрачивают электорат. Это хорошо видно. Но коммунисты по Москве потеряли с 12 до 6 процентов свой рейтинг. снизился, да? Ну, собственно, это понятно, да, на фоне всего, что происходит. А поэтому, а левая идея, она никуда не делась. Марксизм никуда не делся. Поэтому, да, конечно, будут появляться, ну, поначалу, может быть, при поддержке власти будут появляться новые левые центры. Вот еще Максим Шевченко теперь Российская партия социальной справедливости, пожалуйста. Моя коллега Шувалова, да, теперь у них там. Вот, да. Ну, то есть, обновление на глазах. Но я вернусь все-таки к России и Беларуси. Действительно, есть общее и есть разное. Мы провели сегодня опрос, собственно, и чем вот, чем вот, как граждане скажут, чем они отличаются, чем они похожи. Чем отличаются режимы Владимира Путина и Александра Лукашенко? Размеры страны. Ну, вообще, ничего. Авторитарные режимы, они, ну, какие. Я думаю, у Лукашенко больше тирании. Вы видели, что творилось в Минске. Вы видели, что произошло буквально вчера или позавчера с самолетом. Вот. Ну, это диктатура очень серьезная. Не знаю, если сравнивать Владимира Путина и Александра Лукашенко, мне кажется, они хорошие лидеры. Каждый выполняет свою задачу, и все. Ну, мы можем свободно на такие темы разговаривать. Нам не очень. В Беларуси, наверное, у Лукашенко более тоталитарный режим, а у нас он немножечко прикрыт демократией. Очень трудно сказать. Ну, по-моему, приблизительно одинаково. Мало чем, на самом деле. Я думаю, что это наша следующая стадия. Придет время сменять власть, и, скорее всего, если все-таки у нас будут такие волнения, как у нас уже были, выходили люди на улицу, я думаю, что история повторится. Люди, которые нарушают закон своего государства, которые репрессируют своих граждан. Так что, я думаю, почти ничем. Лукашенко, наверное, жестче, наверное, но с кем я работаю, с белорусами, он говорит, там им расслабиться не даст. А Путин, в России полный развал. Сравнивать тяжеловато, потому что два разных государства, и Беларусь своей площадью может поместиться в 20, 30, даже 40 в площади России. Ничем сильно хорошим. Не думаю, что режим Путина хуже. Нет, наверное, лучше, но это в целом политически очень сильно замкнутые системы, которые нужно менять. Ну вот таковое мнение москвичей. Я бы сказал, мы никого не отбирали, наоборот, это вот на улице так. Михаил, чье мнение вам ближе всего? Поскольку все высказались примерно в одном ключе, то, ну да, наверное, мне достаточно близки все высказанные мнения. Да, действительно, Беларусь сейчас, как верно было до этого замечено, отличается от России большей жесткостью, жестокостью, я бы сказал, фашистской жестокостью по отношению к гражданам. И это, на мой взгляд, следствие ровно того, что тамошняя элита действительно очень национальна. В силу, так сказать, того, что там один, единственный олигарх, она очень национальна. А в России элита, как бы это сказать, на словах жутко патриотичная наша элита, она, мягко говоря, не наша элита. У нее дома, семьи, активы в значительной мере все-таки там. Вот у тех, кого она показывает нам пальцем и называет их потенциальным противником. Поэтому, да, они не могут себе позволить целый ряд вещей, которые позволяют батькам, просто потому что они боятся, что у них тогда там это отберут и все. Хорошо. А Денис, а вот что скажете? Вот все-таки в России диктатура, а в Беларуси тирания. Можно радоваться. Знаете, Михаил, мне это напоминает обсуждение геологов, которые попали в племя людоедов и обсуждают, вот какой, как вы считаете, какой людоед лучше, Саша или Вова. Вот Саша прям сразу берет и все съедает всех, а Вова, он глаза завязывает перед этим. Вот какой из них лучше? Вот мне примерно этот напоминает наш разговор. Да ничем не лучше. И вот женщина сказала, что в России хотя бы какое-то прикрытие демократии, есть прикрытие, да, то есть какое-то показное, что мы можем что-то еще говорить. Ну как, один раз сказал, второй раз сел. Третий раз сказал, тебя там, если тебя много слушают, ну тебя уже стен Кремля ошлепнут. Ну да, какой-то может быть, можно назвать это прикрытием демократии? Наверное, можно. Поэтому вот такое мое мнение примерно. Хорошо, я думаю, чтобы нам завершить эту тему, надо дать слово Юрию. Юрий, все-таки каков ваш прогноз? Я вижу, что президенты стран Балтии требуют санкции против режима Лукашенко. Шум в мире большой. Что-то будет серьезное или ограничиться вот какими-то полумерами? Ну хотя бы, например, Белавио не дадут летать там, куда попало по Европе и там, не знаю, может быть, пролеты через эту страну закроют сейчас? Ну я думаю, что да. Я думаю, что на какое-то время вот и пролеты могут закрыть через Беларусь и, возможно, Белавио запретят, по крайней мере, некоторые страны летать. С другой стороны, знаете, возможен ведь асимметричный ответ. Дело в том, что Евросоюз уже примерно месяц готовит четвертый пакет санкций за прошлогодние. Его собирались принять в начале июня. Ну а тут вот еще, так сказать, такое. Так что могут быть и санкции как бы расширены, дополнены санкции, те, которые уже подготовлены. Ну вы знаете, вот некая аналогия, как в 2014 году, в общем-то, серьезные санкции относительно России были введены после катастрофы, после сбивания самолета над Донбассом. Вот этот инцидент с самолетом, он тоже может стать триггером для того, чтобы санкции были усилены в отношении Беларуси. Потому что, ну совершенно очевидно, в общем-то, Лукашенко бросает вызов Западу, бросает вызов Европе. Я хочу вспомнить, что он в свое время, когда давал интервью покойному Сергею Доренко, он так довольно грубовато сказал, что все европейские политики без яиц. И вот сейчас он, вот этот инцидент с самолетом, это в известном смысле тест. Прав ли он? Ну что ж, Юрий Дракохруст был с нами в эфире, а мы сейчас перейдем к чисто российской теме. Я напомню, что у нас в эфире Денис Шандерович и Михаил Тимонов участники Земского съезда, который в Новгороде был разогнан фактически властями, запрещен под предлогом борьбы с эпидемией. Ну, я думаю, что нам сейчас что-то покажут оттуда. Мероприятие является незаконным. Теста 13-й законам, федерального закона полиции, я требую прекратить данное мероприятие. В случае неуполнения моих законных требований и требований закона, соответственно, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3. Еще раз хочу сказать, что историческое значение Земского съезда очень велико. С него начинается новая Россия, Россия, в которой будет демократия, в которой таких ситуаций в принципе не может. Когда четко полиция работает на то, чтобы закон для защиты прав людей, конституционных прав людей, когда депутаты работают на то, чтобы помогать людям, для того, чтобы люди могли жить хорошо. Наша цель это Россия, в которой была бы каждый город, каждое село, каждое место жизни было местом для жизни. Местное самоуправление это самоуправление, это не кто-то, дядечка, в погонах, без погон управляет вами. Это как каждый человек управляет своим городом, своим селом, своим районом и своей страной. Я уверена, что мы этого добьемся. Я думаю, что слова 51-ая статья, они не ну вот, земский съезд, Юлию Галямину, которая так ярко выступила, один из организаторов этого съезда, уводят, и она находится в Новгороде еще сюда, на данный момент, когда мы разговариваем, не было, ей, безусловно, грозит какое-то административное наказание. Денис, вы были там, это все видели, вот, собственно, ну вот это впечатление от картинки, да, оно именно такое, да, приходит красивый товарищ в фуражке и в маске, и, значит, всех разгоняет в духе царского жандарма, который, знаете, до революции там, они должны были присутствовать на общественных собраниях, если что-то скажут не то, то он вставал и говорил, собрание закрыто там, или съезд закрыт. вот у нас теперь так, как при царе? Мне кажется, даже еще хуже. Дело в том, что люди в форме, которые пришли и совершили вот эти действия, ссылаясь якобы на какие-то там статьи закона, они не имели ничего общего с законом. И мне кажется, что это были не полицейские, хотя вот господин на видео, это полковник полиции, насколько известно, это начальник полиции Великого Новгорода Максимов Сергей Михайлович, вот то, что те требования, которые он предъявлял, они были абсолютно незаконные. И те действия, которые были производились, это были незаконные действия. И к органам правопорядка они не имеют никакого отношения. Эти люди были не полицейскими. Кто заказчик всего этого? Заказчик, ну, очевидно, мы можем предполагать, но для меня это очевидно, что заказчик, естественно, Кремль. Вот, либо это АПшка, либо еще кто-то там приближенный. Но не просто так появился указ господина Никитина, губернатора о том, чтобы ограничить мероприятие в 30 человек. К слову сказать, в помещении было 25. На видео пересчитали несколько раз, вот смотрите, раз, два, три, четыре, вот по головам, на видео это видно, что 25 человек. Тут же господин Максимов начал нервничать и говорит, что я вам приказываю прекратить, а если вы не прекратите, то я у вас по 19-3 по невыполнению требований полицейского. Да, вот это мы слышали. То есть это в принципе он говорит о чем, господин Максимов, что в принципе полицейский может любое незаконное действие выдать как за законы. Он именно это и сделал. То есть безнаказанность. Да, абсолютно безнаказанность. Они понимали, что у них полный карт-бланш, что никаких законов там нет. Более того, кстати, указ господина Никитина не вступил в силу. Десять дней не прошло с момента публикования, поэтому ссылаться на него тоже было неверно. И даже СМИ, которые обращали внимание, что в 50 метрах проходила свадьба в 100 с лишним человек, значит, ну, говорят, почему вы свадьбу не закрываете, почему там никого не вяжете, почему там между стульев, значит, рулеткой не замеряете расстояние. Они же реально ходили и замеряли рулеткой между диванами и расстояние. И фиксировали это все в протоколах. Пошли на фальсификацию доказательств, это уголовное преступление. Что они сделали? Они писали в протоколах 31 человек. То есть норма как бы 30, не вступившего в постановление в силу, они писали 31. Вопрос, есть ли у них этот 31 протокол, теперь это большой вопрос. Мне кажется, что нет, потому что в помещении было 25, и не на всех еще составили. Поэтому здесь, собственно говоря, имеются признаки уголовного преступления. И, значит, что они сделали с вот этой свадьбой, когда им начали говорить, что слушайте, там 100 с лишним человек, почему вы тогда избирательно применяете какие-то непонятные нормы? Они просто перекрыли вход на эту свадьбу и просто начали его охранять и допускать туда только гостей. Так, вы гость? Нет, если вы не гость, то вас не пустим. То есть они таким образом доказали, что... Ну, в общем, людям дали отметить свадьбу. Давайте теперь по сути. Михаил, что вы скажете? Вы припоздали там, я так понимаю, вы были в пути, значит, приехали уже к моменту разгона. Все уже состоялось. На ваш взгляд, чего боятся власти? Вот почему нельзя давать уже второй раз собираться независимым муниципальным депутатам? Почему это их так пугает? Ну, 30 человек посидели, поговорили, это даже не митинг, не демонстрация, не пикет, обычное собрание. Ну, я действительно опоздал несколько к самому интересному, ровно потому, что у меня в этот день был день рождения. Поздравляем. Спасибо. то есть земский съезд вот ровно наложился на мой день рождения, а выступать я должен был там в 7 часов вечера, поэтому я, в общем, поехал спокойно, не торопясь, в Валдае немножко еще и пообедал, вот, собственно, поэтому немножко опоздал. Да, картинка на самом деле неприятная, мой коллега Евгений Ступин приехал чуть пораньше и как адвокат успел принять участие в оказании юридической помощи всем тем, кого задержали. Ну, основную, так сказать, нагрузку взял на себя Михаил Бирюков, понятно, наш, достаточно уже известный адвокат, правозащитник и тоже муниципальный депутат. Почему они так вибрируют? Знаете, мне кажется, что, собственно, вот все эти несменяемые режимы возможны только в одном случае, если у вас достаточно инфантильное население. А что такое местное самоуправление? Это та самая школа, где население становится гражданами, где люди учатся сами понимать, как им лучше, учатся сами этого добиваться, учатся потом нести ответственность за то, чего они добились. Вот эти вот три главных вещи, наверное. как же можно допустить, чтобы население превратилось в народ? Как же можно, чтобы от инфантильности люди перешли к взрослой оценке и к взрослым действиям? Конечно, все это вызывает там большое сопротивление. Мы видим, во что это выливается, в то, что абсолютно по фиктивному основанию был разогнал съезд независимых депутатов в Москве, в гостинице Измайлова. Там я, кстати, успел получить свою статью, с которой пойду теперь до ЕСПЧ и понимаю, что мы их одолеем неизбежно. Вас оштрафовали, Да, ну так же, как всех. Вот, ну а как? Приехал на съезд, успел снять пальто, постоял 15 минут в проходе, все, участвовал в деятельности нежелательной организации. То, что нежелательной организации там не было никаким боком, она там принципиально не могла быть просто потому, что по банковскому законодательству ее платеж не был бы проведен в России, ну это никого не трогает. Ну какая разница? То есть опять фальсификация? Конечно, конечно, конечно. Вот, но у нас сейчас уже все фальсифицируется, понимаете, если у нас задним числом теперь поставил лайк какой-то организации, которую признали, объявили точнее, да, какой-нибудь неправильной и все, и не будешь избираться, ну слушайте, ну о чем? Ну, кстати говоря, этот вот закон с обратной силой о запрете избираться в любые органы власти для лиц, причастных к деятельности якобы экстремистских организаций или закон против Навального, вот я читаю, сегодня комитет по контролю и регламенту Госдумы рекомендовал рассмотреть и принять на заседании 25 мая, так что он бегом бежит. И примут, примут, не волнуйтесь, примут. Да и как не волноваться, закон-то омерзительный, антикониституционный, абсолютно. Что о нем еще сказать? Денис, все-таки, что хотят независимые депутаты? Что можно при тех правах, которые есть у муниципальных депутатов, очень небольших? Чего можно добиваться на самом деле? Вот в реальных условиях, ну, не тирании, как у Лукашенко, а диктатуры? Ну, муниципальные депутаты, в первую очередь, почему в 17-м году прошли выборы таким образом? Ну, потому что думали, что, ну, нет полномочий мундепов, пусть они занимаются лавочками, благоустройством, капремонтом, ну, и пусть там копаются себе. Ни бюджетов, ни полномочий у них нет. Поэтому, в общем-то, особо не обратили на это внимание. Но большинство депутатов, которое прошло в Советы, оказались, пришли не только с местной повесткой, но они начали говорить о региональной, федеральной повестке и говорить об этом громко и привлекать к этому вопросу население. Население начало к этим людям прислушиваться и говорить, ну, да, собственно говоря, так и происходит. И большая часть муниципальных депутатов, это как раз и есть то самое представительство людей. Получается, что не Госдума, даже представитель орган власти, а муниципальные депутаты оказались органом представительной власти, который представляет интересы народа. И народ их готов поддерживать. Конечно же, такие люди станут костью в горле у режима. Ну, то есть, это земство фактически, которое в каком-то смысле восстановилось, да? А тут фактически, да. И с ним тоже царизм боролся. Царизм боролся с земством. Конечно, это же страшно, если представители народа со всей страны вдруг объединятся и начнут говорить о том, что, слушайте, надо действовать по закону, нужна сменяемость власти, нужно разделение властей, нужна там свободная, честная, судебная, справедливая система, нужны выборы честные и так далее. Не дай бог об этом начнут говорить и пытаться к этому прийти. Режим боится этого. Понятное дело, что любые такие инициативы безобидные, а на самом деле это законные, это инструмент развития нормального, демократического, любого нормального общества. Просто они показывают, что они не хотят этого. Бандитам этого не нужно. Михаил, а что вы скажете? Вот смотрите, вы в Мосгордуме депутат. Есть депутаты, так сказать, независимые или там партийные, но оппозиционные внизу в Москве. Вот совместно, несмотря на то, что у вас меньшинство в Мосгордуме, что-то можно пробить, опять же, в интересах граждан? Да, мы постоянно над этим работаем. И на самом деле я уже пришел к пониманию того, что абсолютно необходимо выстраивать систему, в которой независимые депутаты будут как в местном самоуправлении, так и в органе, в субъекте федерации и желательно в Государственной Думе. Потому что вот только при таком вот постоянном тесном взаимодействии можно как-то достаточно эффективно продавливать интересы граждан. Кстати, что я хотел, наверное, немножко поправить, прошу прощения. Давайте. Вы вначале сказали, Михаил, что съезд сорван. Да нет. Вот абсолютно принципиальным, на мой взгляд, является то, что съезд ни разу не сорван. Они постарались его сорвать. Но, понимаете, это... Хорошо, а физически разогнали, правда? И тоже нет. Да ну? И тоже нет, да. Вот. Не будем дав подробности технические, но, понимаете, им не удалось. Это не вертикальная структура. Они привыкли работать с вертикальной структурой, где стоит снять шапочку, головку, да, вот этой структуры, и она как бы разваливается. Ничего подобного не произошло. Я ровно приехал к тому моменту, когда это было хорошо видно. Шел бурный процесс самоорганизации. Уже часам к восьми, к девяти вечера самоорганизация прошла, и дальше процесс съезда пошел. Немножко в другой форме, возмененной, но он совершенно нормально прошел. Съезд прошел, отработал все пункты, завершился нормально. Потому что это горизонтальная структура. Тут либо, ребят, либо вы всех вообще вот чехом арестовываете, куда-то везете, как это было сделано в Измайлово. Ну и то, кстати, не очень хорошо получилось, потому что связи все равно остались. Они успели установиться, и они остались. А уж тут-то, когда вы просто выхватываете несколько человек и считаете, что все остальные разбегутся от этого, да не разбегутся. Вот это, кстати, тоже очень важный момент, я заметил. Они пугают, а ребятам не страшно. Это очень важно, на самом деле. Ну, всех не перевешаешь. И это понимают все. А жители, вот избиратели, они же подпирают, они же требуют, чтобы мы что-то делали. И это правильно. А как в глаза смотреть? А в это время Моломоз Гордума на 4 месяца уходит отдыхать. Ой, это совершенно сказочная история. То есть, на последнем заседании, вру, уже на предпоследнем, потому что в ночь после того, как окончилась предпоследняя, было объявлено еще одно заседание, уж очень хотелось, очевидно, нашему председателю, нашему дорогому, очень дорогому, двухмиллиардному председателю, нас поскорее вот убрать с политического поля, вот Московскую городскую думу, потому что там слишком много громких, независимых депутатов. А впереди выборы. Впереди выборы. А впереди выборы, совершенно верно. И кому это надо, чтобы мы там отсвечивали какие-то слова громкие говорили. А это бы еще как-то там транслировалось потом. У каждого же там свой телеграм-канал, там тысячи, у кого-то там уже и больше подписчиков. Понимаете? Но при этом произошла интересная штука, на которую я обратил внимание еще в ходе заседания. Потребовал, чтобы наше государственное правовое управление дало оценку этому предложению. Потому что на самом деле в федеральном законе черным по белому написано, что мы обязаны проводить правомощные заседания не реже, чем раз в три месяца. Ну, понятно, что правовое управление, оно же работает в аппарате Московской городской думы, оно, опустив глаза в стол, сказало, что, вот, понимаете, это же летний перерыв, он не регламентируется законом. Конечно, ребята, он не регламентируется законом. В федеральном законе вообще нет понятия летний перерыв. Вы можете объявлять какие угодно летние, зимние перерывы, но в рамках федерального закона, где четко указано три месяца. Таким образом, я пока что отправил депутатский запрос на эту тему в прокуратуру Москвы, в случае, если прокуратура Москвы не сочтет необходимым поправить абсолютно неправовое решение Московской городской думы и не понудит ее провести еще одно заседание, ну, буду, видимо, обращаться в генеральную прокуратуру. А в суд? Есть суд-то? Нет, погодите. Суд есть, но его нет. Технологически за этим должна надзирать прокуратура. Я иду вот как положено по технологии. Хорошо. Я уж тогда, раз вы завели эту юридическую тему, да, о том, что-то, как там, на кого жаловаться и что, я хотел бы отметить вот сюжет все-таки со сторонниками Алексея Навального и просто участниками митингов, которых сейчас начали увольнять из разных московских структур. Я имею в виду Метрополитен, Мосгортранс и так далее. Тут можно доложить все-таки о каких-то, если не успехах, то хотя бы действиях, Михаил? Ну, я не знаю, можно ли это назвать успехом. На самом деле, я, наверное, да, оказался одним из первых, кому пожаловались люди, которых стали противоправным образом увольнять, потому что человека просто вызывали и говорили, ну, в общем, ты сам понимаешь, да, нефиг было там в интернете сидеть на всяких сайтах подписываться, лайки ставить, а теперь вот, да, а теперь вот, значит, либо ты пишешь по собственному, либо мы тебя, значит, по статье, по какой статье? За прогул! Какой прогул? Все, вот уже там готов приказ, так что выбирай. А таким образом, в МОС Метрополитене, значит, по состоянию последнего, насколько я знаю, 31 машинист и машинист-инструктор оказался уволен, а если посчитать всех, считая рабочих, эскалаторщиков, станционных, то это, в общем, где-то около 100. Это что, у них так хорошо с кадрами, что они людей на улицу профессиональных выкидывают? Это же вообще кошмар какой-то. Я не думаю, что у них хорошо с кадрами, но я думаю, что тут, знаете, принято политическое решение напугать, чтобы больше не смели. А представьте себе, не дай бог, будут какие волнения после выборов, которые могут, не дай бог, оказаться фальсифицированными. А есть, не дай бог, кто-нибудь забастовку предложит объявить. Представляете, что такое забастовка на МОС Метрополитене? Вот я думаю, под этим флагом и было бы продавлено это увольнение. Под флагом паранойи. Да. Самых активных заранее уволить, остальных этим запугать. В МОС Гор Трансе, оказывается, увольнения начались раньше. Там они начались в районе 20-22 апреля. Но об этом стало позже известно, потому что МОС Гор Транс, структура более распределенная. Тут люди сразу увидели, что увольняют многих и как-то начали объединяться. Они начали об этом говорить. Когда людей загоняешь в угол, они перестают молчать. А МОС Гор Транс, сотрудникам МОС Гор Транса, видимо, и работу найти все-таки полегче увольняемым. И они более разобщены. Но информация тоже вылезла. Более того, уже пошли сообщения из некоторых других структур, также курируемых ведомством господина Лексутова. Что примечательно? Почему-то все из одного сектора, с которыми тоже сейчас разбираюсь. Пока что я направил обращение к руководству МОС Метрополитена и руководству МОС Гор Транса. Посмотрю на ответы, будем смотреть, что дальше делать. На мой взгляд, необходимо во-первых, добиваться восстановления уволенных на рабочем месте. Во-вторых, я бы, если честно, писал бы заявление о преступлении, потому что налицо нарушение закона о недопустимости дискриминации. Дискриминация по политическим мотивам у нас вообще-то не только запрещена Конституцией, а карается 136-й, если память не изменяет статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот здесь на самом деле, если бы у нас было нормальное правовое государство... Хорошо было бы найти главного преступника, который отдал этот приказ, собственно, увольнять людей. Денис, а что вы скажете, можно ли такими методами сегодняшней России людей запугать так, чтобы они не выходили, не говорили, депутатов не избирали, и вообще, там, не знаю, а Единая Россия победила бы, имея рейтинг в Москве 15%, вместо 27, который был несколько месяцев назад. Да, конечно, запугать можно кого угодно и как угодно. Слушайте, они... Человеческая психика, она такая достаточно гибкая. Вопрос в том, что на чашу весов будет. Насколько страшно одно относительно другого. И когда люди начинают строить у себя в голове перспективу хотя бы на 10-15 лет вперед и задавать себе вопрос, а как будет жить мой ребенок, а вообще сможет ли он выжить, а будет ли у меня потомство, а что будет потом, вот когда люди начинают задать такие вопросы, то им, наверное, будет не страшно уже. Потому что они понимают, что если они сегодня не сделают правовое государство, то завтра, скорее всего, их не будет. И, к сожалению, так сложилось, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены действовать в правовом поле, в котором фактически нет. Мы обращаемся в прокуратуры, в суды, мы знаем, что они все находятся в вертикали власти. Мы уже видели неоднократные решения судов и ответы этих так называемых правоохранительных органов, которые оставились только оболочки, у них фуражки, мантии, там все, только внешний вид. Но мы вынуждены, и это нужно делать, для того, чтобы все это записать, зафиксировать. Других методов у нас нет. И, конечно же, будут пугать. Будут, и мне кажется, даже на самом деле сейчас уже не пугают, а это уже инструменты, без которых режим не может по-другому действовать. Он уже не выживет просто. Ну, потому что с экономикой плохо, или как? Ну, слушайте, и с экономикой плохо, и вообще в целом все плохо. Нет обратного пути. Мы прошли уже точку невозврата, когда они бы сказали, так давайте мы вот этих напугаем, чтобы они боялись и не выходили. Нет, они превентивные меры применяют для того, чтобы они понимают, что будет дальше. И когда увольняли этих людей незаконным образом, это просто обычные методы зачистки. И методы эти зачистки мы уже проходили по истории, как чистились ряды и при Сталине, и при большевиках. И все будет то же самое, но я просто надеюсь, что это будет не так кроваво. Хотя бы на это можно надеяться. Ну, да, Россия догоняет Беларусь, о которой мы вначале говорили. Михаил, а вот все-таки в этих условиях проводятся выборы. Вот вы сами избраны депутатом. Ну, а сейчас мы слышим голоса. Зачем ходить вообще на эти выборы, когда там и дальше много разных аргументов, которые я не хочу приводить, потому что их приводили уже давно и много раз. Ну, я всегда крайне негативно относился к подобным заявлениям. Я всегда считал, что работать надо. В Восточном административном округе Москвы в Московскую городскую думу не прошел ни один кандидат-единорос. Ровно потому, что с 2012 года мы очень хорошо в округе поработали с точки зрения организации общественного контроля электорального. У нас в каждом районе достаточно много членов участковых и территориальных избирательных комиссий. То есть, процесс электоральный в Восточном округе мы на самом деле контролируем очень неплохо. Результат был виден. Как только удалось при помощи умного голосования консолидировать протестные голоса, консолидировать протестный электорат, а мы не дали это все украсть, пожалуйста, вот тебе Восточный округ ни одного единоросса. И это нормально. Понимаете, если бы это было по всей Москве настолько эффективно, я полагаю, что сегодняшний расклад Московской городской думы мог бы быть совсем другим. И у нас не было бы вот этого парламентского большинства единоросского, которое может легко провалить любой наш проект, как они, например, провалили, если помните, недавно я представлял там проект о повышении денежного довольствия ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, казалось бы, их на всю Россию там осталось 30 тысяч человек, ну, дайте людям дожить по-человечески, получая денег не меньше, чем ветераны вермахта получают. Что они сделали? Они просто покинули зал на момент голосования. А председатель сидел на месте, но кнопочку не трогал. Естественно, проект не набрал 23 голоса положенные. Вот понимаете, да? Им очень просто заблокировать любое наше предложение, к сожалению. Но все равно это здорово, что мы туда уже прорвались, потому что, ну, во-первых, мы теперь можем нормально быть наблюдателями там и докладывать гражданам о том, что там происходит, какие там порядки, что, почему и зачем, и что им грозит гражданам. А второе, мы, по крайней мере, можем теперь озвучивать там нашу повестку. И, по крайней мере, граждане знают, что теперь в Московской и городской думе есть не только представители вертикали казнократской власти, а есть и их народные представители, которые озвучивают ту повестку, которая нужна. Спасибо. Я благодарю Дениса Шендеровича, Михаила Тимонова. И на связи с нами был белорусский политолог Юрий Дракохруст. А вот передача Михаила Соколов. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова